Добрый вечер! С вами программа «На чистоту» и я, Гульнара Умарова. Буквально сегодня парламент принял закон о цифровых документах. Это очень важно на самом деле. Теперь цифровые документы будут в ходу наравне с бумажными. То есть можно будет, например, полицейскому показывать удостоверение в телефоне. Ну и ЕГУФ и само ИЦП станет облачным. Что это значит и как в целом организована работа в центрах обслуживания населения, мы поговорим сегодня с нашим гостем в студии. Это Жанна Сатабалдиевна Батаргалиева, заместитель директора филиала. Госкорпорации, правительство для граждан. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, конечно, сейчас ситуация на самом деле сложная, непростая, период пандемии. Карантин еще продолжается. Вот как была организована работа в центрах обслуживания населения именно в период пандемии? Давайте расскажем об этом. Во-первых, знаете, это была работа, начнем с того, что она была не видна для жителей нашей области. Но сотрудники госкорпорации, они продолжали работать даже в период пандемии, в период карантинного ограничения. То есть процесс работы постоянно продолжался. В чем это выражалось? Наверное, все помнят, что когда стали выдавать 42 500 и стали звонить на 1414 колл-центр. Вот как раз там сотрудники госкорпорации сидели и разъяснения давали, помогали нашим жителям нашей страны получить эту услугу. Все знают, что во время ограничения наши многие жители увидели положительные моменты использования именно электронных услуг в электронном формате. Но были моменты, когда они не могли что-то, где-то технически не могли, да, понять, им помощь нужна была, элементарно где-то пояснение, консультации. Вот в этот момент сидели наши операторы, опять же, на колл-центр 1414, которые помогали им получить эту услугу. Третий момент. Например, в электронном формате электронная цифровая подпись получается. Были моменты, когда необходимо было через видеоконсультацию помочь получить электронную цифровую подпись. Нужна была идентификация личности этого гражданина. Как раз таки сидели сотрудники госкорпорации, путем видеозвонка виртуального ассистента они помогали людям получить электронную цифровую подпись. То есть работа шла постоянно, можно сказать, она продолжалась круглосуточно. Единственное, для наших жителей страны были временные ограничения. Для сотрудников госкорпорации эта работа продолжалась постоянно, потому что им нужно было подготовиться по новым вопросам, подготовиться, обучение пройти, информацию получить, чтобы уже в дальнейшем, на следующий день наши граждане могли получить ответы на остальные вопросы. В самом деле, да, вся нагрузка легла именно на вашу сферу, на вашу отрасль. Все сотрудники, мы знаем, почти в круглосуточном режиме ежедневно трудились, чтобы все граждане получали эти справки. И давайте напомним нашим жителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 269077, есть WhatsApp 8701-212-4242. Можно задавать вопросы нашему гостю касательно работы ЦОН. Но вот мы говорим, да, что это кажется естественным, что вот пойти получить документы. Сейчас уже люди освоят онлайн-услуги, да? Насколько все-таки ЕГОВ-портал оказался эффективным в этом плане? Как раз вот во время пандемии и карантина очень большая численность населения нашей страны убедились в этой эффективности. Они убедились это не теоретически, а практически. Они увидели, как смогли получить самостоятельно эти услуги. Жизнь продолжается, да? То есть ограничения, они, наоборот, подтолкнулись к тому, чтобы мы все прониклись порталом электронного правительства, научились пользоваться электронными услугами. И, соответственно, рождаются дети. К сожалению, кто-то из близких уходит из жизни. Это все нужно оформлять документально, правильно? Кто-то женится замуж, выходит. И все это жизненные процессы, которые непосредственно связаны с нами. И вот во время этих ограничений жители нашей страны смогли воспользоваться. Это очень удобная была возможность. Не выходя из дома, они могли получать, оформлять свидетельство о рождении, пособие на погребение, пособие на рождение детей, пособие по уходу за ребенком. То есть такие социально значимые услуги, которые в тот момент были нужны. Они и всегда нужны, но именно в тот момент это имело значение. Вот совершенно верно. Вы говорите, что жизнь не прекращалась, продолжалось рождение, смерть. Все это шло параллельно тоже. Многие госуслуги не прекращались. У нас есть первый вопрос от телезрителя, а потом продолжим. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Это, я хотел задать вопрос, я инвалид второй группы, вот уже где-то дней 10 не могу сходить в сон и узнать свою очередь на квартиру. Как это возможно сделать? А можно? Спасибо. У меня нет интернета дома. Понятно. Спасибо. Дело в том, что для тех, у кого нет интернета, совместно с Акиматом нашей области открыты уголки самообслуживания в городе Уральск, которые предоставляют эти услуги в электронном формате. Если же и это не подходит для нашего гражданина, то в сонах есть льготное окно именно для трех категорий. Это лица с ограниченными возможностями, пенсионеры и многодетные мамы. Для них мы можем помочь по любой услуге. Пусть это будет узнать, какая очередь у них стоит. Да, это электронная услуга, она как бы не относится к бумажным услугам, но она электронная, и все равно мы ему поможем в связи с тем, что лица с ограниченными возможностями. А пункты, где открыты они? Немножко перечислить. В основном, знаете, это в городских школах. И у нас прежнее здание улицы Жамбыла было, где ЦОН, на первом этаже, там цифровой сектор у нас есть, там открыта зона самообслуживания. И в школах города, порядка 20 школ, где имеются такие зоны самообслуживания. Кроме этого, со стороны медицинских организаций в поликлиниках были организованы уголки самообслуживания, где гражданам оказывалась помощь в получении услуг медицинского направления. В свое время, конечно же, когда работали еще паспортные столы, когда сейчас организованы циона в каждом регионе, все-таки на самом деле удобно получаются, да, вот эти онлайн-услуги. Кто-то хочет бумажные, вот по желанию у жителей получать можно и то, и другое, да? А какие сейчас новшества, что-то новое планируется еще, помимо этого? Ну, нововведения постоянно происходят в жизни деятельности цонов. Нововведениями, это, например, переход в электронный формат документирования граждан, планируется перевод, да? Сейчас уже регистрация населения переведена в электронный формат. То есть многие жители, бывает такое, что они звонят, возмущаются, почему не работает портал, мы хотим электронно получить услугу. Мы им говорим, приходите в цон, если не работает, можете получить. Нет, мы хотим через портал. Вот, соответственно, скоро документирование перейдет в электронный формат. Регистрация транспортного средства, то есть сейчас на стадии перехода в электронный формат. Основная часть процесса функционирует, но бывают иногда где-то технические несоответствия в базах данных, соответственно, людям приходится обращаться в цон. А так это уже полноценный переход идет на электронный формат этих услуг. Ну, будем надеяться, что со временем все это наладится. Вначале всегда так бывает, пока привыкнут жители. А есть у нас еще очередной вопрос, мы его выслушаем. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Алло, гости, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу узнать, что сейчас за это я звоню. Меня вообще не пускают в сон. Как мне поступать? А вот я хотел узнать. Я за это займусь насчет очередь на квартиру. Вообще не пускают в сон. Вот эти ребята стоят. Все, говорит, это, говорит, по интернету, в смысле это. Виртуально, говорит, это. Вот я хотел прям с глаз на глаз поговорить и узнать, показать свои документы, посмотреть, как меня продвигает очередь, когда я получу. Вот у меня, которые стояли, они уже получают квартиру, а вот я не затормозну. Мы можем ему получить эту электронную услугу. Ну и третий вариант, это все-таки самостоятельно попытаться получить эту услугу, потому что она уже давно, сведения о том, в какая очередь, какие персональные данные гражданина, они уже давно переведены в электронный формат. И поэтому в цонах такая информация не выдается. Просто в связи с тем, что этот гражданин является лицом с ограниченными возможностями, мы ему можем оказать эту услугу, а обычным гражданам, к сожалению, нет, потому что услуга полностью автоматизирована. Ну вот сегодня тоже говорили буквально, что дипломы оцифровывают, вот допустим, даже тем уже взрослым людям, которые уже давно получили, то есть работодатель может в базу зайти и посмотреть, действительно он с дипломом человек, специалист или нет, тоже ведь удобно. Очень, да, это очень удобно, да. Вот есть вопрос по WhatsApp, тоже поступает, открыт ли цон и графика цонов, спрашивают работу. Да, дело в том, что цон у нас в городе на сегодняшний день открылись уже два отдела цон. Это значит отдел номер один, четвертый микрорайон Кар-Сити, четвертый микрорайон зданий 28 и второй отдел, это Чагана-набережная 84. Они на сегодняшний день, это два отдела функционируют, но есть особенности. В связи со сложившимися обстоятельствами прием граждан производится только при предварительном бронировании очереди. То есть необходимо забронировать свой приход, заблаговременно предупредить, и мы в назначенное время и час будем принимать этих граждан. Это, конечно, в целях безопасности граждан, прежде всего. Обязательно, да. Есть еще звонки, поступает, очень актуальная тема. Добрый вечер, говорите. Алло. Да, да, добрый вечер. Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня просрочилось удостоверение. Позвонила на 1414, меня отправили в четвертый микрорайон Кар-Сити, вот где находится. Пошла туда, там не принимают, живой очереди у них нет. Сказали, на Чагана-набережная. На Чаган-набережная тоже не принимают. Как бы? С просроченным удостоверением никак не встать на очередь. Понятно, спасибо. В данном случае гражданину необходимо забронировать свой приход, либо, значит, портал ЕГОВ зайти, либо позвонить на 1414, либо, значит, есть телеграм-бот, есть ЕГОВ мобайл. То есть формат бронирования очереди разный имеется, но предварительно забронировать. Хочу просто пояснить, что в таких ситуациях, когда в начале только мы с 4 мая открылись, да, очень много было жителей, у которых было просрочено удостоверение личности, паспорта. Для них мы специально отдельно открыли отдел номер 2 на Чагана-набережной, где принимали граждан без всякого бронирования. Именно документирование было для этой категории граждан, в первую очередь. И плюс те, кто 16 лет исполнилось, вот, и такие, у кого просрочено удостоверение. На сегодняшний день, в принципе, этот формат сохранился в отделе номер 2 города Уральска. Он так и сохранился. Могут получить услугу документирования граждан также в порядке живой очереди, но только в отделе номер 2. Понятно. Вот еще есть вопрос на WhatsApp. Обучают ли, помогают ли сотрудники ЦОНа пошагово получить услугу возле компьютеров для самообслуживания? Нет, к сожалению, нет. Сами должны? Да, люди сами должны получить эту услугу самостоятельно. Ну и касательно режима работы, да, какое время, часы работы? На сегодняшний день режим работы в условиях карантинных ограничений до 17.00. С 9 до 17.00. 5 дней в неделю мы работаем. В субботу мы работаем с 9 до 14.00. Понятно. Ну и самые, наверное, популярные тоже услуги есть, которые наиболее чаще всего встречаются. Есть топ-услуг таких? Ну, есть такие топ-услуг. Начнем с того, что ЦОНы Западно-Казахстанской области в городе Уральск, да, одни из первых Республик Казахстан открылись именно в мае месяце. Мы начали функционировать 4 мая. В других регионах открывались ЦОНы для бизнес-среды. Наш регион как бы изъявил инициативу для граждан, для жителей нашего региона открыть прием граждан всем обычным услугам. И оказались топовыми услуги. Это значит оформление на удостоверение личности, паспорта. Более 3 тысяч услуг было оказано за май месяц именно на удостоверение личности, паспорта люди оформились. Потом второе у нас по очереди идет это оформление, перерегистрация транспортных средств. Это порядка 3 тысяч услуг было оказано. Граждане приходили, активно регистрировали транспортные средства. Затем у нас идет по недвижимости вопрос. Регистрация недвижимости и иные действия связаны с недвижимым имуществом. Они заняли третье место. Порядка где-то около 2 тысяч было услуг. Прежде чем продолжим перечисление, давайте послушаем звонок телезрителя. Вопрос потом продолжим. Добрый вечер, говорите. Да-да, слушаем вас. Алло, добрый день. Да-да, слушаем. Скажите, пожалуйста, вот пособие на погребение. Человек умер, как его оформить? Яков причем не открывается. Что мне делать? Броне я не могу оформить. Я никуда не могу до звониться. Который пособие 42500 вот был последний, вторая вывода. Мы его на похороны истратили. Как бы сейчас безработный, очень тяжело. Что делать? Понятно, спасибо. Дело в том, что выяснить нужно, является ли получателем иных видов социальной поддержки, как бы умершей. И если он был получателем, соответственно, пособие на погребение ему будет обязательно выплачено. Теперь, чтобы его получить, все-таки гражданам необходимо забронировать свой приход. Опять выясняю, есть у нас ЕГОВ портал электронного правительства, есть 1414, есть Телеграм-бот. Есть ЕГОВ мобайл. Много способов. Да, много различных способов. Но гражданам нужно забронировать обязательно свой приход. Ну и топ услуг, да? Какие еще мы хотим перечислить? Что еще популярно? Водительское удостоверение получения. Актуальная тема для наших жителей. Но хочу сказать, что, знаете, очень много водительских удостоверений поменяли во время именно ЧП и карантинного времени, периода. Не прекращалось. Не прекращалось. Выдача, кстати, выдача документов у нас продолжалась постоянно. И во время ЧП, и во время карантинных ограничений постоянно. Сектор выдачи документов у нас работал. Ну, еще, значит, услуга была у нас получение электронно-цифровой подписи. Наиболее востребованная услуга оказалась. В период вот этих ограничительных мер население оценило необходимость этой электронно-цифровой подписи. Удобство тоже. Удобство, да, доступность. Первый раз, как бы, вначале кто-то, если пробовал, было сложно, думали, что, ну, недоступно. Попробовав, они все выражали свое удивление и говорили, что это очень просто и доступно. Да, мы тоже засекали адресную справку, например, через телеграм-бот ЕГОФ. Тоже я получила где-то секунд за 12, если не сорвать. Прям буквально тут же молниеносно. На самом деле удобно. И вот сегодня, да, тоже Аскар Жумагалиев выступал, министр информации. Говорил, что будет, ЭЦП станет облачным тоже. Министр цифрового развития, вернее. В самом деле все удобства создаются. А вот какая-то помощь населению оказывается, я имею в виду, обучение какое-то или помощь, консультации. Как пользоваться всем этим? Ну, давайте начнем с того, что вообще-то услуги электронного формата, обучение по получению этих услуг, цонами госкорпорации ведется уже очень давно, на протяжении долгого времени. В последнее время, в последнее время, это как минимум полтора-два года, активно мы привлекали граждан, объясняли им, что им необходимо самим получить эту услугу, обучали, разъясняли. Многие выражали недовольство тем, что их заставляли садиться за компьютер, нажимать эти клавиатуру. То есть со стороны госкорпорации проводилась очень большая работа, предварительная, по переходу получения услуг в электронном формате. Обучение было, выезжали в организации, помогали получить электронные цифровые подписи, обучали, как получить электронные услуги, выезжали на центральные рынки, выезжали на оптовые рынки, потом авторынки, очень хорошо, большая акция проводилась. То есть масса работы была проведена до перехода. На сегодняшний день помощь оказывается путем онлайн-формата, путем видеозвонка или пользования телефоном 1414. В этом формате мы помогаем гражданам получить услугу, сопровождаем их. Если возникают сложности, то есть если пользоваться через компьютер гражданин и не может зайти получить услугу, есть внизу такая кнопочка, где там написано «Виртуальный ассистент». Нажав на нее, он может связаться с любым сотрудником госкорпорации, с любой, по республике Казахстан, с любого региона. И ему в режиме видеосопровождения помогут получить эту услугу. Это хорошо, в самом деле. Вот тоже вопрос поступает на WhatsApp. Спрашивают, почему в помещениях, в кабинках, наверное, для самообслуживания, в ционах нет сотрудника. То есть кто-то должен помогать, они считают. Но ведь суть в том, чтобы они сами пользовались этим. Суть в этом и заключается, да, чтобы люди сами получали услуги. Если есть необходимость, они могут позвонить, звонок бесплатный 1414, могут видеозвонок организовать, и сотрудник, пожалуйста, поможет им так же. Вот как раз и пишут, да, что пока неопытный пользователь, что сложновато пока. Но будем надеяться, что все освоится, все равно это неизбежно. Вот как сегодня тоже я говорил, парламент, когда принимал закон о цифровых документах, они все равно говорили о том, что рано или поздно мы к этому придем. Бумажные, конечно же, останутся, да, говорят, но больше уклон будет на цифровые документы. Насколько все-таки это удобно? Как вы считаете, вот в повседневной жизни, в работе использовать именно цифровые документы, онлайн работать? Либо работа не уменьшилась от этого у вас объем? Вы знаете, например, вот сейчас мы активно продвигаем услугу получения оформления технического документа на недвижимое имущество, да? А эта услуга уже доступна в электронном формате. Те, кто уже попробовал ее, это получение услуги, очень выражают большое, как бы, ну, одобрение, положительные моменты в этом оформлении документов. Нет необходимости приходить, занимать очередь, постоять, сдавать, да, ждать время, когда придет, то есть все это очень автоматизировано. Потом, значит, в жизни, в обычной, элементарной, я вам говорю, если вы имеете недвижимость, например, в другом городе, да, а сами находитесь в городе Уральск, вам нет необходимости, как раньше, ехать в тот город, где находится недвижимость и регистрироваться по адресу. Вам достаточно просто путем электронно-цифровой подписи зайти на портал и зарегистрировать свое постоянное место регистрации. Действительно, да, сейчас удобно. И есть еще вопрос, вот, все делаем по инструкции, но все равно не получается получить УЦП удаленно. 14.14 не дозвонились, говорят, а, камера не опознает получателя. Видеокамера бывает? Это, знаете, с чем связано? Бывают такие случаи? Да, бывают. Такие случаи бывают. Это связано с тем, что, видимо, граждане давно не меняли удостоверение личности. Зачастую бывает в этих случаях. Не происходит идентификации личности. Идентификация же данных, база данных автоматически встречается с теми данными, которые имеются в общей базе данных. Фото бывает неплохо. Фото, да, да. То есть, например, вот, если получал человек, конечно, удостоверение личности 20 лет назад, и на сегодняшний день он присылает фото свое, оно автоматически происходит расхождение, и им база данных не подтверждает. Но вот удостоверение меняет в основном в определенном возрасте, да, через определенный промежуток. А по собственному желанию можно или нет такого? По собственному желанию это приветствуется. Сменить, да, пусть. Приветствуется, пожалуйста. Потому что жизнь идет, мы все меняемся, да. И согласно даже правилам документирования граждан, предусматривается именно с лечения, идентификация личности на сегодняшний день. Бывает, да, когда кардинально меняется внешность, либо какая-то пластическая операция по показаниям. Да, и я хочу сказать, что именно есть такая услуга, именно по инициативе гражданина. Вот, поэтому, пожалуйста, могут поменять. Вне вот этого положенного, да? Вне положенного времени. Не нужно ждать, когда наступит срок окончания удостоверения личности. В любое время они могут прийти и оформиться на новое удостоверение личности. Ну, сейчас вот какая, примерно, стоимость удостоверения нового паспорта? В этом году цены менялись как-то, да? Ну, в этом году изменений никаких в ценах нет. Так же показали? Да, все такие же стоимости, как государственный сбор за регистрацию, как был, так и остается. В зависимости от размера месячного расчетного показателя. Вот спрашивают, чтобы поменять фамилию, можно ли обратиться, фамилию поменять? Данная услуга оказывается в электронном формате, но если граждане затрудняются, они могут обратиться в цен, предварительно записавшись на прием. Вот еще спрашивают, можно ли поменять фамилию, если она не отца и не матери. Ну, то есть, другую. Подведушки, например. Ну, это вопросы более такого узкого направления, по линии РАКС. Но цены – это орган, который принимает заявление. Мы обязаны принять у гражданина заявление. Результат оказания услуги уже выносит регистрирующий орган. Так, сегодня министр тоже опять к Аскару Жумагалиеву говорил, что в будущем будет более упрощенный вариант получения ЦП на основе биометрии. Спрашивают, можно ли подробно об этом. Ну, подробно скажем, что еще на подписи пока у президента, хотя и утвержденная. Ну, более подробно, наверное, мы узнаем, да, сразу в печать выходит обычно, когда изменения какие-то. Ну, какие изменения будут обычно, это широко информируется. Потом у нас есть пресс-служба госкорпорации, которая оперативно в онлайн-режиме информирует обо всех изменениях, которые в деятельности оказания госуслуг. Поэтому узнаем об этом более подробно. Да, нам остается только дождаться и уже. Ну, хочу просто пояснить, что получение, значит, регистрация биометрических данных граждан уже есть такой опыт в центрах миграционных услуг. У нас есть цоны для иностранцев, и там эти данные уже, биометрические данные уже регистрируются. Так. Камера снова пишет, не опознает получателя, хотя удостоверение меняли осенью. Спрашивают, как быть. Ну, в таком случае, если действительно проблема есть, опять же, есть такая кнопочка, виртуальный ассистент, заходят к нему, обращаются с проблемным вопросом, поясняют проблему, и уже виртуальный ассистент будет сопровождать этого гражданина получение услуги. Какие документы нужны, чтобы выписать женщину с детьми? Не написано, откуда выписать. Ну, если она не собственник, то, конечно, это можно сделать. Этим собственник жилья имеет право граждан и зарегистрировать, и снять с регистрации. Но если она является собственником недвижимого имущества, то это будет делать затруднительно. С квартиры, вот, уточняют, да. Выписать с квартиры. Видимо, если не собственники, не прописаны. Вот еще вопрос поступает, да, волонтеров мало, можно ли побольше волонтеров возле кабин самообслуживания? Вот вопрос. Чтобы помогали. Ну, дело в том, что волонтерами совместно с работаем мы с департаментами, агентства государственной службы, и, соответственно, волонтерское движение развивается в этом направлении планомерно. Они проходят обучение, есть свой план работы, поэтому постепенно количество будет увеличиваться. Давайте примем последний звонок. У нас эфир почти закончился. Добрый вечер, говорите. Видимо, услышали меня. Так, звонок сорвался. Пока вот есть зато по WhatsApp у дедушки 87 лет. Ему нужно поменять удостоверение, но он никуда не может выходить после операции. Как быть? Позвонив на 14.14, сотрудник этого контакт-центра зарегистрирует обращение, оформит именно для лиц старше 70 лет, для инвалидов, для, извиняюсь, для лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров и лиц старше 70 лет, у нас предусмотрена услуга выезд, оформление, документирование на дом. Но для этого обязательно нужно подать заявку на 14.14. Понятно. Ну и вот интересный вопрос напоследок. Насколько закон сбор биометрических данных, который планируют в новом законе опять? Видимо, все о нем наслышаны уже. Ну, этот вопрос, думаю, не к нам. Можно ли поменять имя на казахском, например, казбек, на латиницу? Поясняю опять. Мы принимаем заявление, результат, возможно или невозможно, в соответствии с требованиями законодательства, выносит регистрирующий орган. Как будут защищены мои данные в дальнейшем? Но это, наверное, больше вопрос к техническим специалистам, которые этим занимаются напрямую. Какое еще пожелание, буквально пока полтора минуты осталось, какое пожелание к нашим телезрителям, к жителям? Ну, к нашим жителям области обращаюсь с просьбой, чтобы они приход в Центр обслуживания населения предварительно планировали путем бронирования своей очереди через портал электронного правительства. Если нет возможности, есть звонок 1414, есть телеграм-бот, есть иегов мобайл. Повторюсь, запланированный планомерный приход в ЦОНы исключит возникновение остальных проблем, в том числе скоплений граждан, что на сегодняшний день очень значимо. Спасибо. Будем надеяться, что мы услышаны. Спасибо за то, что приняли участие в нашей передаче. Конечно, много поступает еще вопросов, мы их переадресуем потом. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Я напомню о том, что это была программа на чистоту. Сегодня мы говорили с заместителем директора филиала Госкорпорации правительства для граждан Жанны Светобалдеевны Батаргалиевой. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok